Давайте посмотрим все-таки, что творится в Турции очень вкратце. Завтра у нас будет время поговорить поподробнее и на другие интересные темы. Как Иран прибирает к рукам иракский Курдистан, отнимая его потихоньку у американцев и турок. Как британское правосудие по просьбе американцев на это реагирует судебными исками. Очень любопытно к руководству проиранских группировок иракского Курдистана. То есть там не только в отношении России действует тяжелая политическая мафия под названием Атлантисты. Там все хорошо работает. Смотрите, что произошло в Турции мы обсуждаем уже почти неделю. Тут все понятно. Там какие-то чистки прямо, десятки тысяч человек уже попали. Серьезные достаточно чистки, при этом совершенно непонятная ситуация с тем, как это все работает. Там пошли вбросы о том, что якобы президента предупредили. И президент сказал Турции, что его спасли 15 минут. Он вот выехал в аэропорт и если бы не 15 минут задержался, его бы убили. И погибли в отеле, как сказал президент, два его охранника. Вопрос, а что они делали в отеле, когда президент уехал? Может, вещи собирали? Но, ну-ну, да-да. Странно это все как-то, потому что... Кстати, начались чистки в самой спецслужбе MIT. Пока 180 сотрудников отстранены от работы. Это немного по сравнению с двумя тысячами профессоров? Нет, 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 нет. Там с какими двумя? Это все деканы и все профессора всех государственных и частных областей. Ну, то есть все, да. Отстранены 15 тысяч 200 сотрудников сферы образования, 257 сотрудников канцелярии премьера, около 500 сотрудников управления по делам религий, более 60 сотрудников турецкого информагентства «Джихан», аннулированной лицензии всех радио- и телекомпаний, которые, как заявлено, причастны к попытке переворота. Около 800 судей и прокуроров, почти 700 гражданских лиц, два адъютанта президента, более 6 тысяч военнослужащих и 100 полицейских задержаны, то есть арестованы. Называется, следственное мероприятие проводится в отношении почти 10 тысяч человек. Я не очень понимаю, а эти 10 тысяч человек это за день просто выявили, да? Заранее, да, видать, список? Смотрите, если, конечно, но на самом деле, если это так, то это означает, что в перевороте участвовало просто все, кто мог быть в стране к этому причастны. А тогда почему он не удался? Очень интересная ситуация. Она напоминает Индонезию 65-го года. В Индонезии, кто помнит, когда, помните, резня Компартии, в результате погромов было убито минимум 3 миллиона человек, в основном этнические китайцы. Американское посольство тогда это активно поддержало. Причем, смотрите, сегодняшняя ситуация очень похожа тем, что там была провокация, которая подвигла на выступление против руководства страны действительно существовавшую оппозицию. Они выступили криво, косо, глупо, их перебили, перерезали, арестовали. Там еще была мега-резня. Тут хотя бы Турция, не Индонезия. Которую вообще тогда никто не заметил. На грани геноцида. То есть можно считать, что эксперимент Кемали Ататюрка по превращению Турции в европейскую светскую страну... Потихонечку сворачивается. Нет, не потихонечку. Завершен. Это же большие... Слушайте, более 100 генералов-адмиралов, более 6000 офицеров, весь судейский корпус. О чем мы говорим? Все. Никакой неприкосновенности депутатов из оппозиционных партий. Количество тех, кого репрессируют, будет расти в геометрической прогрессии. И, кстати говоря, Эрдогану это очень и очень дорого стоит. Арестованные к Пуччу-то не могут иметь отношения, иначе это была бы гражданская война, что совершенно точно. Какой Пучч? Целая эскадра 14 кораблей ушла в неизвестность во главе с командующим военно-морскими силами. Это опровергает. Их никто не нашел. 14 кораблей никто не может найти. Опровергает. При современных средствах, вообще-то говоря, поиска ни НАТО, ни мы, никто не знает, где они. Зашкерились моряки обычно говорят. Вы понимаете, что это такое? И, кстати, где они всплывут? Они чем займутся? Они способны взять под контроль вот всё, что угодно. Это серьёзная эскадра. У Турции очень современные корабли. И заменить такое количество военных, чиновников, судей нереально неким. Качество власти ноль. Чистка в армии – это потери войны долгой, кровопролитной. Нет, то есть наш генштаб этого точно не делал. Это решение Эрдогана. Мы что ли его просили взять и собственными руками обескровить собственную армию, включая весь генералитет? Вроде мы этого не готовили, правда? А ну откуда же мы знаем, Игорь Иванович? Да ну ладно. Вы знаете, вот такие вещи совершенно точно нет. И Эрдоган, понятно, что он готовит почву для референдума, перехода на президентскую форму управления, узурпации власти, ликвидации любой оппозиции, в принципе, исламизации и всё другие реалии. Давайте смотреть. По интервью президента. Он выдвинулся из отеля в Мармарисе сразу же после того, как пришли первые известия о каких-то передвижениях несанкционированных военных в Анкаре и Стамбуле. Буквально со слезами он рассказывает, что вот 15 минут, всё. Значит, он выехал из отеля до атаки, так? Ещё раз повторяю, почему погибли два телохранителя? В пустом отеле не остаются. Они должны охранять президента. Они не вещи собирают. Телохранители не оставляют своего президента в момент, когда в стране путь. Но это не единственный телохранитель, и можно так это объяснить. Так, Серёжа, телохранитель обязан быть рядом со своим президентом, тело охранять. Поэтому он телохранитель. Он не чемодано-хранитель, не отеле-хранитель. У него бывают выходные. Ну, не издевайтесь, ну, путь идёт. Ладно, если даже в Москве нам понятно, что основная стержневая фигура режима президент в Турции, это непонятно. Как можно было чего-то делать, не ликвидировав или не изолировав его и премьер-министр? Ровно же наоборот, правильно? Да если бы нет Эрдогана. Никто бы никого сопротивления не оказал. Сторонники на улицах этого вообще тьфу. Вы полагаете, военных Турции идиотами? Нет. Они что, не контролировали выезд из отеля, где был президент, и не перекрыли заранее все дороги из него? Если они на путь идут, а? Это путь, по которому их расстреляют. Это вопрос жизни и смерти для них. И вот они этого не сделали. Они дороги не перекрыли, а десант высадили в отель. Ладно, куда выдвинулся президент? В Стамбуле бои. Обстановки никто не знает. Понятно ежу, что будут перекрыты дороги в аэропорт. И сам аэропорт, где стоит президентский самолет, это Азбука. Помните такое? Азбуки, Веди. Ну, а по словам, да. Эрдоган почему добрался до борта? Значит, не перекрыто. Значит, у него была четкая информация, что он взлетит, дорога свободна. Лететь в Стамбул в Анкару в условиях мятежа военно-воздушных сил и обвинения, удар по военно-воздушным силам, арестованный признался глава ВВС. Это так или нет? На сегодня так. А почему, кстати, его не могли сбить? Вопрос. Значит, он знал, что его не собьют. Ему ничего не угрожает. Очень много вопросов. И еще раз повторяю, тогда можно только предположить, что MIT, которым командует, опять же, Эрдоган, саму заварила эту кашу, спровоцировала подконтрольную, ограниченную группу реальных противников Эрдогана из числа военных на абсолютно необдуманное преступление. И все. И сегодня MIT вбрасывает дезы. Их много. Вот сейчас одна вышла в смешная такая в журнале Нокта, которая говорит, что MIT, оказывается, получили информацию о перевороте в пятницу. В 16.00. А уже передали информацию замкомандиру вооруженных сил Турции. И дальше трогательный рассказ о том, как там это и как там то, и что делал наш генштаб. Турция противоречит само себе по... Ну, вот просто по азам. Если ты глава спецслужбы, знаешь о Пуче и не сообщил президенту, значит, ты сам заговорщик, тебя расстреливать надо. Так, наверное, же расстреляют. Они назначают послом в Японию, а сам требуют назначить его послом в Америку. Поэтому, ребята, тут все кисло, непонятно. Может, вообще никогда не узнаем.